Очень похоже, что идет батюшка. Ни на какой машине он не едет. Вот он. Я был на стройке, там 16 этажей и чердак. Ну и позвонил Володе, что Владыка должен подъехать с батюшкой. Ну так или не так, не знаю. Ну вот я вышел. Пришел, думал уже уехали, а их и нет. А вот гляжу, где идет в одеяние. Все. Ездил батюшка, тут военный городок. И там престольный праздник был. Мужченица Варвара. Римлянка. Тогда был Грачев, министр обороны. И Алексей Второй. Они решили так, что хранительницей будет Варвара. Ее гора скрыла мученицу, девственницы. И она будет охранять ракеты сатана. Ну так решили. И там у них так и идет. Истинного христианства трудно сегодня найти. Сейчас батюшка сразу скажет, что снимать не надо. Он не любит, когда снимают. Но мы все равно снимаем. Сегодня у нас снежный был покров. И тут соседи все убирают. Батюшка с улыбкой идет. Не будет нас трогать. А сказали, позвонили с владыкой, едет. Открыть ворота. Как архиерея меня встречает. Так встречаем тебя. Значит, почесть на двоих была. Одному досталось. Ну что, не будет толкать сейчас? Нет. А что? Мы опаздывали здесь дорогой. А там позвонили где-то в Агу. Собралось какое-то там это. И уже люди собрались, ждут его. Все никак. Ну, значит, более важно. Ну да. Там люди ждут. Все, позвонили дорогой. Да и все, дорога опоздали немножко. Ну ладно. Вначале так об этом. Ну ладно. Володя мне позвонил. Говорит, едут. Я говорю, а ты знаешь, где я нахожусь? А вот посмотри, стройка. Видишь? Вон краны стоят. 16. Я говорю, я на крыше там, где со строителями стою. А что ты там делал? Ну вот что тебя-то занесло? Вот вопрос Володя так и задал. Я говорю, так ты меня не знаешь разве? Есть люди. Это поприще открыто. Благовествовать, Евангелие подарить. Залез туда. Посчитал сколько. А как там? Никто не охраняет ничего? Охраняет. Я прошел мимо. И сделался невидимый. Как мещен. И туда залез. Посчитал сколько ступеней. А вот и 20 умножить на 16. Сколько будет? Если на 10, это 200? 16 на 320. 320. Так это не считая то, что 20... Там еще стремянка стоит. И с этой стороны. И по ними я лез. Дальше уже без перилов были лезть еще площадки. 400 значит. Взяв 400. А? 400 взять. Если там стремянка. Да, да, да. Ну это там видимо будет что-то. Ну я как строитель, как бывший прораб посмотрел. Очень хорошо делает. Сейчас они не так уже. Другая технология совсем строительства. И какие перегородки. Ни одной раковины нет. Все чисто. Шов ровный. Ну прямо мне все понравилось. И ребята ни одного пьяного нет. Да некоторые даже со щетиной. Просто не зарабатывает, наверное. Ну как скажи там пошли. Давай зайдем. А то тут у меня... Ну закрыть ворота. Это что открыть? Закроет Володя. Он уголь. Видишь, разгружает. А он привез уголь? Ну конечно. И сколько раз. 3200 тонн. Маленько. Я могу туда даже не заходить. Ну как ты это, приехал-то туда. Не опоздали? Сирата, так нет. Нет. За мной бая-то. Батюшка. А кто батюшка-то? Ну он там слушает. Отец Сергий его. Он был у нас по терявке? Был. Один раз был. Понятно. На престольный праздник был. Хорошо. Ну и народу много было? Вечером нет. Вечером человек 30. Ну да. А сегодня был полный храм почти. Военные были. Я уночевал у него. Он живет на Молодежном. А это Сибирский. Отсюда 30 с лишним километров. Как ехать на Новосибирск? О, так он дальше еще? Между Барнаулом и Тольменкой. Там где Боры, там где-то часть. Ну понятно. Стратегическое назначение. Здесь за них и мы пострадаем. Вот. Если какая-нибудь начнется катавасия. Ну у них, как разговор, там не один там щит защиты стоит еще. Чтобы ракеты не поразили, там у них это защита какая-то еще стоит. Я считал, Родионова выступает генерал армии. И Левашов, генерал-полковник. И они говорят, тройная защита есть, говорит. Но прорвать ее, на это, говорит, есть специально 8 или 10 моментов, которые прорывают все это, уходит. И поэтому тут, говорит, ничего. Могли бы давно прорвали бы все, сделали. Значит, не время и не могут еще прорвать. Ну Путин сказал, говорит, нас убьют, говорит, мы будем в раю, а они все равно сдохнут. И сейчас весь интернет наполнен. Кто какие выражения сказал. Самое главное, Путин сказал, мы в раю будем, а они сдохнут. Ну понятно, сдохнут, что все радиации будет зараженные. Ну да. Ну Путин, видишь, как. Утром приехали, сразу заехали в воинскую часть. Там у них, как это день этой дивизии, там уже командир сдал, там это были выстроены на плацу, там, я не знаю, ну, примерно там, ну, тысяч. Может быть, там, десять, больше, наверное, этих, военных. А генерал, начальник? По батальонам, нет, полковник. Полковник, да. Полковник. Вот встретили Владыку там, я, значит, рядом с Владыкой. И вот они там на плацу выездили, значит, он поздравил, потом Владыка там слово сказал. Потом, как они все проходили по батальону, по этому, что там флаг России, флаг это, как парад. Ну да, и Владыка благословил всех. Долго это, ну... Покропил водой? Нет, 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 этого не было. Он просто сказал слово, там, небольшой, там, буквально минута, там. А то показывает, там, знамена, станки освещают. Нет, 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 мы стояли на трибуне, там стояли, просто командир там командовал, этот командир дивизии, там, что по батальону на одного лидейного, там, что-то там, вот, шагом марш, там, знамена, там, ну, все, как вот, как на парад выходят. Ну, позад их было, много офицеров? Ну, нет, я никого не видел. А этот Нургалеев-то, когда прогнал, все, говорит, пузатых милиционеров выгоняют. Ну, нет, я там что, во-первых, это было еще и так, темно, снежок, а где там, они все одеты, да нет. Ну, все равно видно, вот, когда батюшки... Потом он вызывает, стали награждать, там, награждается, там, полковник такой-то, они так стоят, допустим, от этого, от трибуны-то, как вот до дома, наверное. Бегом бегут, подбегают, тогда уже шагов за пять, тогда уже идут и так вот. Ну, идут, они знают, что за наградой. И, там, все награждают, там, грамоты давали кого-то, там, еще там, что, все бегут бегом. А они же далеко, допустим, он крайне, там, это где-то, как вот, туда вот, бежит бегом, а за пять шагов, тогда, поешь, все. Ну, все вот так вот. Красиво. Это почти около часа была церемония. Сад Николай говорит, люблю парады. Ну, да, красиво так это все играли, там, это, гимн, там, марш, это все. Ну, и вот это было около часа. Потом поехали мы уже где-то без двадцати девять на службу. Приехали, там, Владыку встречали, началась служба. Ну, и все, все, служба обыкновенная, там, ничего такого не было. Незнакомого не было ничего? Нет. А в конце они говорили, Христос воскрес? Да нет, нет. Ну, а почему в службу у нас появилось, Христос воскрес? Это придумали где-то, ни в одной служебнике я не нашел. Не надо? Не надо, не надо. Это снижает значение Пасхи, не его величие, а снижает. И почему, говорит, Христос воскрес, последний раз говорим тогда, когда Христос возносится? Накануне, это специальное указание. Ну, это так. Ну, ладно. Ну, главное, что Владыка им знакомый. Ну, да. И отношение хорошее к нему. Хорошее. Слава Господу. Потом закон, крестный ход сделали, это скопление вокруг храма-то. Потом Владыка там грамоты награждали, там кого-то тоже. Ну, здесь уже награждали, как бы там, церковных уже. Одному батюшке там медаль маршала Чуйкова дали. Чуйков организовал гражданскую оборону, а это батюшка, как бы там он, Заринска, видать. А батюшка моего от военной части не было наград? Батюшке нет, нет, не было. Мы у одного были, у него награды и флаг висит какой, он всё время прыгает с ними. Один, говорит, забоялся. Нет, у дома у батюшки награды есть от военных там, от дома у него награды. Он-то что-то там, две с лишним тысячи прыжков уже сделал батюшка. Нет, этот они отпрыгают, они, это у них совсем другая, там у них, серьёзно. Ну и всё, потом у них спустились в подвал, там небольшая, так, трапезная там была собрана, это обед. А пообедали... А что обеда, на обеде что было? Рыбное, всё рыбное было. У них разрешается престольный сегодня? А, так сегодня уже понедельник. Сегодня нет, всё рыбное было, ничего так. Всё скромненько так. А кто ещё из священников был? Двенадцать было из нас священников. Двенадцать священников? Да. А диакон был, это черных? Нет, был один молодой, диакон очень такой вот, хорошо ведёт. И там у них служит такой пожилой диакон. Двое диакона было, два диакона и... Тоже слово большое. Двенадцать священников. Пропой говорил этот, владыка? Да, сказал он. Ну, сказал о том, как вот Варвара, какая была она, значит, разумная, мудрая, что... Отец был язычник в язычестве, но она выходила, там, где на своём башне-то было, смотрела на небо, творец, что и размышляла. Такая красота, это какой должен быть творец такой, что всё это, там, на цветы она, и она, считай, как это... Библию, написанную Богом, как бы, это... А кто её крестил? Она познала. Крестил-то её кто, если она в башне была? Так она потом-то, это она... А потом её отец видит, что она стала так, и стал её выпускать. И она встретилась потом, там, был, значит, священник, и он её крестил. Она после уже, когда она стала выходить в город. А про баню говорил? Говорил, про баню, что два окна. Вот и на Руси никогда дом не строят с двумя окнами. Может, три-пять окон быть, но чтобы два, такого нет, это... Ну, так вот. Ну, а как, с чего решили, что она будет охранять ракеты Сатана? Ну, это никто не говорил, и никто не знал. Ну, это Грачев с патриархом Алексеем Вторым придумали её, назначили хранять ракеты Сатана. Римлянка, девица. Пятьдесят девять лет, как эта дивизия была организована, эти войска стратегического назначения пятьдесят девять лет назад организовали. Понятно. Вот на следующий год будет шестьдесят лет. Ну, вот и всё, чё-то. Больше такого значительного нет. Там фотографировали женщину на одной Кате, и Саша, я попросил, потом говорю, вы на флешку, хотел денег дать на флешку, но они не взяли. Говорят, мы сделаем, и отцу Сергию передадут, а он потом мне передаст фотографии. Да они могут на нас выйти, и всё. Фотографии эти. Да ну, я ничего не стал, они посадят на флешку в это, и... Ну, я на моём мире сегодня снял бы себе уже. Ну, они будут сегодня, они выйдут или нет ещё, что там. Не жалеешь, что съездил-то? Да нет, а чё я... Выспался сегодня? Пообщался. Ну, спать мы легли до-то в одиннадцать, а в пять я уже встал. Так это пока пораньше молиться там. Матушка-то как? Чья моя? Нет, его. Ну, ничего, она очень такая гостеприимная. Гостеприимная. Очень гостеприимная. А на столе у вас выпивка была какая-то? Нет. Спиртного ничего не было? Сегодня? Ну. Нет, не ставили, ни одной бутылки не было. Смотри, какая редкость. Так, может, было, я не знаю, как там. Бутылок не было. Слава тебе, Господи. А не знал, как он крестит? С полным погружением или нет? Кто? Батюшка тамошний. Батюшка, не знаю, я даже не было как-то разговора. Разговора не было. Не до того было там. А насчёт благовестия, как у него там где-то люди ходят, благовествуют, раздают Евангелие. А то вот мы можем дать, смотри, у нас 700 Евангелия лежит. Нет, нет. Вот, красных привезли. Ну, что? Это вообще чудо. Больше миллиона, наверное, издали. И везде патриарх Кириллов надпись. По его благословению очень помогает это. Милиционер подошёл, что за литература? Их нас торопили так. Мы показывали патриарху, он козырял и пошёл. Наши ходили. И закон Яровой нас не трогает. У нас справки выданы. Так что пока дышать можно. Да ни у кого нет. Пока этот закон есть, но пока нигде. У нас не слышно, что было где-то кого-то трогали. У баптистов-третирюшат во всём. Ну, значит, баптистов. Они, значит, делают что-то. А что делают? Он приехал, крестил один. А он откуда там? С Южноарабской республики что-то. И здесь он не зарегистрированный. Большие штрафы. Большие штрафы. А зачем он с Южноарабской? Есть что, здесь покрестить некому? Ну, так-то не ставится вопрос. Гость приехал издалека, честь оказать. Гость, значит, местные должны были как-то это поставить. Ну, вот, значит, не сделали как-то. Не сделали как должно. Это тоже нарушение закона какой есть. Вот и всё идёт. Оно к этому. А если бы по закону сделали бы, этого бы не было ничего. Я только когда закон вышел, Максим Степаненко сразу написал. Смотрите как. Ему уже к утру буквально. Если бы у Романка малыш был бы, всё по закону. Спокойно жил, всё построил бы, всё. А он со своим законом приехал. Это мой закон. Ваши законы я не признаю. Ну, так не бывает нигде. Нигде. Ну, со своим законом куда-то приехал в другую страну. Даже со своим устам в чужой монастырь не лезь. Даже по-простому. У меня сестра Валентина там жила. И говорит, соседка порубила куриста. А у меня никто не покупает. А говорит, а надо вот так обделать. А я спросил, как правильно у вас, у киргизок-то? Правила у них. Киргизов, чтобы только ножом резать, а не топором. О! О! И чтобы голова не была оторвана, говорит. Да, топором рублена, она не будет покупать. Видишь как. Надо узнавать закон какой у человека. Поэтому приехал. Они ничего. Может, он ещё даже не зарегистрировался здесь. Приехал, зарегистрировался. Он студент. Студент был тут. Ну, вот студент. Всё-то такое было. Притом не один. Там перечисляется сколько их. Вот они сейчас прислали. Материал. Одна женщина там у них. У ней трое ребятишек. В Пакистане. И она воду брала. А там подошла одна мусульманка. Она христианка. И говорит, ты уверуй в Аллаха. Поверь, что Мухаммад настоящий порок. А что он, говорит, хорошего сделал? Это Христос, говорит, делал. А он нет. Она сообщила власти. Её арестовали. Она уже сидит несколько лет. И показывает. Заголовок одна против 200 миллионов. Как на улице громадные-громадные толпы. Не видно конца. Женщины все рты разденуты и кричат смерть, смерть, смерть. Ну, судили, когда судья вынес как бы оправдательный приговор. Немного, хотя судью убили. Наша религия самая мирная. Они везде пишут ислам. Но она мирная. Так женщина-то одна. Она ничего не делала, не хулила. Он говорит, её слова, вот они. Ну, Мосин, Асия звать её. Как Анастасия, наверное. Наша православная тоже самая мирная. А сколько миллионов погибло? Семинаристы все были. Учились в семинарии, знали. А что делали? У католиков официально только признаны. Сегодня 12 миллионов. К инквизиции унесло. Они такие, а мы нисколько не лучше-то тоже. А вот интересно. Нападают, запретили свидетели Югова-то. Они говорят, а мы никогда никого не гнали. На нашем счету ни одного убитого нету. У свидетелей Югова. Ну, правильно. Сейчас говорят, вот, Варкин. У них телом нет убитого, а душу они сколько убили? Ну, по этому, суд-то это принять не может. Ну, да. Ну, и говорят, что переливания крови нету, сколько умерло. И доказали. Доказать и доказали только двое. А с переливания крови только 475 детей вылезли, заразились СПИДом сразу. Одна пьяная медсестра не просмотрела все. Да, главное, запечатанные шприцы все были. С завода. Там расследование какое-то было. Какой-то был, может, не запечатанный, что там. Ну, ладно, главное, что обвинять-то их в этом не надо. Мы, когда поехали, я сделал завещание и сказал, Я против переливания крови. Ничего от моего тела не брать. Ты помнишь, что твое тело-то еще взять, потому что взять. Да, помнишь, да, Валик, ты кровать мне оставь, я буду всю жизнь за тебя молиться. У Али Коневой там одна бабушка жила. А там жизни было ровно неделя. Моего тела не брать еще. Вот так. Ну, хорошо, мы молились, чтобы все благополучно было. Из моей одежды ничего не брать, да? Ну, да. Вот Господь как благословил вас. Дорога-то еще со сладыкой разговаривали? Да нет, ничего не разговаривали. Он уставший-то, обязательно, рано встал. Нет, ничего. Не разговаривали ничего. Ничего не спрашивал тебя он? Он спросил только, как, Игнать Тихонович, как он? Здоров. Я говорю, да слава Богу, ничего. Ну, ладно, привет передавая. Ну, может, в другой раз тогда, говорит, как-нибудь. Ну, ладно, я говорил, можно призвать. Может, даже было это вот отслужить на престольный праздник. Ну, служить, я видишь, здесь у нас пригласить-то как надо, ничего не сделай. Ну, все, он тут обед умеет готовить, и все. Я думаю, можно было это пригласить. Как потеряю, равнозначно, так же. Тут они поминать будут все. Так же не получится. Почему? Ну, во-первых, по объему храма там и все. Ну, про храм, наши в коридоре постоят. Пусть только больше приведут. Мы были бы очень рады. Все так же и возрасты делает, как в Потеряевке. Возрасты, возрасты все одинаково делают. Ну, у нас не одинаково маленько. Патриарх упоминает слух, когда приезжают они. Мы же не против. Все так, все одинаково. Ну, так что Владыка не против приехать. Нет, ну, не против пока. Интересно. С 28-го что-то опять в Москву там вызывает все. Он когда выезжал, в машине сидел. Я говорю, Владыка, чтобы заводчик нас не рассудили. А он, как улудок, показал так пальцы впереди, вот так вот. На голове, говорит, стучат рогами. Говорит, все время, говорит, что. Так они сейчас и его стараются задеть. А некоторые отступились. Они сейчас, наверное, уже отступили. Сейчас они не будут уже. Сейчас не до этого. Все, вчера это совещание у них было. И уже все выставлено в интернете. Женщина одна ходит, берет интервью на этой площади. Майдан настоящий. Люди, праздник, объединение всех. И она подходит к каждому. Так, я интервью беру. Вот скажите, в Евангелии Феофана написано вот так, что в последнее время все соберутся вместе. Этот день соответствует тому пророчеству-то? Все отвечают. Только одна женщина сказала, говорит, а от Феофана нет. Это не каноническое, это апокриф. Священников спрашивают и все. Они отвечают в Евангелии от Феофана. И она таких вопросов задана, наверное, раз в 15. Так это где, на Украине? На Украине, Киев. И там вчера были. А этот Филарет, чтобы в черном было деяние, как монах обыкновенно сидит. И они теперь снова его возведут. А тот-то, чин-то его проклят, наверное, был. А на пьеме преданы. И вот сейчас начинает везде как. Они его возведут только в митрополиты. Не в патриархии. Да. И украинская церковь в патриархии не будет. Там уже митрополита назначили. Ну, Ануфрия, зарубежная церковь выступила. Там, видимо, Иларион стоит. Мы целиком на 100% поддерживаем митрополита Ануфрия. Меня спрашивают, как. Я говорю, да почему не дали-то? Она была бы украинская, православная церковь и всего патриархии. Зачем ее до конца душило-то? Зачем на Иллионском монастыре, на горе, все этих зарубежных выкидывали монашек-то прямо с полицией? Ну, было такое. Ну, было. Так вот теперь с вами так. А теперь-то начнут храмы отбирать? Да. А почему? А когда в унявские храмы залазили по указке? 12 тысяч приходов в Москву. А это началось лупить, бить. И уже Варфоломей приехал туда к ним. Сегодня большой материал выставили. Ну, и что? Кто-то молится, кто-то радуется. Мы радуемся. Время такое пришло. Господь допускает это. Допускает защитить. Это что-то... Да. Это не человека. Кто-то туда перейдет, спрашивает. Почему это надо? Спрашивали меня, благодатный, неблагодатный, там, Филарет. Его же Анапе им предали. Я говорю, я его не называл неблагодатным. Но на исповедь к нему никогда бы не пошел. Раз тут получил все звания, и эти тебя самые люди запретили, почему дальше ты не слушаешься? Ты же от них зависимый был. Он думал, патриархом, говорит, изберут. Из-за чего у него случилось это? Ну, да. Ну, вот так. Вы выбрали Алексея Денисенко. А теперь уже ничего назад нельзя. Три остались, а из старых, которые синодалы были он. Филарет белорусский, он на покое уже тоже. Ну, да. Мощной. И Ювенали, тоже он уже старый. Вот они трое сейчас, Филарет и старые синодалы. Ну, да. Остальные все уже попримерли. Ну, мы что можем? Только молиться об Украине. Мы молимся каждое утро. Все, с Богом. Сегодня у нас 17 декабря 2018 года. Это понедельник. Вот батюшка рассказал, как он ездил. Все хорошо, благословенно. Да Господь благословит и сохранит митрополита Сергия и всех священников, чтобы шли на благовестие. Без благовестия все мертвы. Тухлая среда. Животворящая струя пропадет, да прольется всюду, Господи. Ведь учатся семинарии, академии, что-то защищают. Для кого? Для людей. Сколько, Володя, заплатил сегодня? Заплатил сколько? 17 за 5 тонн. И главное, цена одинаковая. Что потеряйки, что здесь? 3200. Я говорю, вот Володя, тебя бы, если не было уголь, ты тебя бы все равно кидать стал. А так-то я в это время прошел прогулять. Я 3 года назад привез уголь себе. Значит, вывалил уголь. Серафима нам надо, надо. Ну, шоферу сказали, он тут же привез через часа-полтора. Ну, я пока что, я стал бросать свой угол. Слышу, там что-то шумит. Я выглянул. Серафима уголь бросает в углярку. Володи дома не было, он бы куда-то уезжал в Мамонтово, что ли. Она бросает. Ну, я никаких, я давай свой-то бросать. Побросал половину, она бросает. Пошел, посмотрел. Она бросает уже, дивно сбросала. Да лопата большая. Я говорю, Серафима, ты что, Володя же приедет. Да когда он приедет? Я говорю, я дал ей полегче лопату. Говорю, нахуй тебе лопата полегче. Ну, я бросаю. Пока я свой-то добросал, она больше половины уже сбросала. Это... Ей сколько лет? Ей было. Ну, то и было ей тогда, наверное, 91 год. 90 так вот или нет. Вот какое поколение было-то. Смотрю, Володя приехал, сын-то ее, а там она не добросала немного. Как он ее начал ругать? Ты что делаешь? А кто тебе это позволил? А что я бы ждала тебя, когда ты... 90 лет, бабушка, и она этот... Если он не приехал, она все бы сбросала. Да. А ты... Ты моложе ее на сколько? Говоришь, я бы бросал. Да что с ней бросать? Она 20 лет моложе. Ну, у меня спина, как позволит. Я Володе спросил, Володя, помощь нужна? Он говорит, нет. Да что же здесь? Я бы сбросал все. Я его спросил два раза. Пошел в вызву. Там побыл, что надо сделать. Вернулся, помочь или нет. А то я ухожу сейчас вон туда. Вон на самые высокие полезу. Вот и был сегодня на 14 этаже. На 17 этаже. Ой, как сверху страшно смотреть. Если только эти просмотрят, военный городок, и тут где-то атомная взорвется, ужас один будет. Как эти дома будут рушить? Примут решение здесь что-нибудь строить как это. И у вас заберут, и вас на верхний монтаж квартиру дадут. Да не надо. Наверное. Ну и штат сверху снимает. Ну они дают обычно, я говорю, в том же районе, где жили. А это район-то считай, наш не может? Ну да. Вот дадут там квартиру вам на 25-м. А сколько этажей? 16-й и 17-й, то это уже крыша. Видно уже обрамление пошло. Раствор они все оставили. И как раз никого не было. Они только-только ушли на обед. А я в это время, я везде заснял этот кран, башня прямо рядом стоит, что они там делают, город весь заснял, так-то могли кто-то что-то сказать, а никого нет. Бросили, может это секретный какой-то. Секретный. Ну главное, никого не было. И я спокойно сошел и с улицы еще сфотографировал. Это же и это есть. Сейчас молодежь выставляет, они лазят по всяким высотным зданиям, даже там запрещено. И видео выкладывают, там за миллионы просмотров у них. По стреле, как он идет, стрелаж, башенный кран, он по стреле идет там. Да. Вот. Ну сколько их падает, разбивается. Нет, я спокойно и все время молился. Меня ангел там пронес. Они, все, тут уже снег падает, и, так сказать, ну снег-то застыл на ступенях-то. Ну, Володя, 20, это сколько, 16 этажей, по 20 ступеней на каждый этаж. Вот посчитай, сколько будет? 20. 320, да, басечка, правильно сказать. Ну, я сходил, не жалею. У меня и визитки были с собой, все. Вооруженный пошел. Ну что, Володя, я пойду домой? Да, сейчас обедать будем.